Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 981. События дня. Экклесиаз 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Ну, я объявление просто даю, можете прочитать. Затормозить, чтобы успеть прочитать, и дальше. Ролики посмотреть можете, что тут нет обмана. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня вопрос по существу. Я узнала про Сережу Козлова из вашего видео, и писала ему совсем немного, очень осторожно и по-доброму. Скажите, пожалуйста, духовная жизнь, это надо обязательно сильно пострадать, чтобы к Богу? Вы в тюрьмах сидели за веру. Сережа лежит, мученик. Иначе к Богу нет пути, Ксения. Я на это отвечал, показал места, где страдают люди, и что из этого, и как. Места эти все писания выписал. Страдающий плотью перестает грешить. Через страдания познаем Бога. Много мест писания ей написал, ни слова своего. Анастасия, бывшая Ривка. Вот что сегодня нашла. Тогда была поругана одна женщина, и один левит претерпел насилие. Ныне же поругана целая церковь, оскорблено святилище, и, что самое важное, благочестие гонимо нечестием. Тогда каждое колено Израилева, видя отсеченную часть одной женщины, приходило в ужас. Теперь же вы видите расторгнутые члены целой церкви и посланные отчасти к вам, а отчасти к другим возвещают о поругании и обиде, которую они претерпели. Поэтому прошу, подвигнитесь и вы, будто обида нанесена не нам одним, но и вам. И пусть каждый подаст помощь, будто и сам страдает, чтобы не повредили в скором времени правила церковной и веры церкви. То есть все понятно. А при чем тут левит? Ибо в опасности и то, и другое, если Бог вскоре не исправит через вас совершившееся преступление, и церковь не будет защищена. Ведь не теперь даны правила и уставы церквям, но прекрасно и твердо переданы нашими отцами. Не теперь началась вера-то, но перешла к нам от Господа через его учеников. «Поэтому да не погибнет в настоящие дни то, что соблюдалось в церквах издревле и до нас, и да не будет взысканно с нас то, что было нам верено. Подвигнитесь, братья, потому что вы домостроители тайн Божиих, и видите, как они расхищаются другими». Ну, выводы хоть сделал какие-то, а остальные – это из любого текста Писания, где-то они там что-то узнавали. В выводах-то вообще никаких, а вот на что похоже, как это смотреть. Я отвечаю. Такие аллегорические толкования – это плод выхода из подземелья с языческим образованием в IV веке, как сегодня и в семинарии Академии. Им нужно было схоластически блеснуть знанием. И этим увлечены были самые засушенные пустынники, во всем видеть нечто выкрутасное. Посещая друг друга, они высказывали такие вот повести и разносили по пустыням плод своих пустых вымыслов, но не шли на простое и открытое благовестие. Нигде и ни разу. А вот из таких умников и набирали в епископы, а они уже дали нам вот такую абракадабру. И бояться их званий великих не стоит. Почему же тогда ни разу и нигде ни один апостол не пытался вот так вычурно истолковывать блудную жизнь Самсона или бешенство Саула, когда в послании к евреям апостол Павел упоминает ветхозаветных героев, то не добавляет ничего и ни слова, кроме их биографии и призыва к подражанию им в полноте и прямо. Евреям 11 глава, 1 Коринфянам, 10-е, 6-11 стихи. А так мозги скручивали в жгут послушанию авам. Даже вот в этом примере с левитом и наложницей, трупом, часть от тела одну получает? Один. Другую руку другой. И что, думали они так вот вычурно? Нет. А они взяли за оружие истребить мерзостных. Они. Вот ошибка. Ну вот события дня. События дня. Я вчера, то есть, вот это вчерашний день, говорю, напали примерно на 30 роликов. Вот так много не было. Бывало по 20, а тут на 30. На 30 роликов, в которых ничего нету там такого, чтобы задевало. Ну, отдельно даже рыба там, дорогу делаем. Ну, речь-то идет о событиях, которые мы видим здесь, снятые ролики-то. Ужас просто. Сколько матершинных там высказаний. Кто? Ну, это явное дело, что травля идет. Вот сегодня только утром пришлось заблокировать примерно 150 человек. Вдумайтесь в это. За один раз. Это какая атака идет? Я, ну, почти, чуть не три часа потерял уже на этом. И ничего. Ничего, все перетерпится, уйдет. Что? А мерзело все у людей. Такие хорошие примеры тут даются. С детьми. Собрание или где-то. Говорили проповедь о празднике. На все абсолютно. То есть, демоны зла вырвались на свободу. Они избирают объект, как было Григория Ефимовича Распутина. Там кого-то начинают с лженициного. Сейчас вот уже покойника травят везде. А сами ничего не имеют. Зажравшиеся. Ну, а это все рядом где-то. Господь всю эту спесь собьет. Вчера, что пошли проверять утром рыбу. Набрали два ведра, пять полных. Яблочек тут день целый резали. Там Володя кипятит, готовит там, что компот, варенье на зиму. Вот так. Какие тут могут быть еще такие события-то? Я тут несколько роликов записал, показал. Из простых вещей где-то. Отдельный ролик поставили, где Галендуйхин упал тут в погреб. Не разбился, и мы Бога благодарили. То есть во всем, везде найти моменты, чтобы открыто было это словословие Богу. Как Бог нас любит. И таких где-то роликов шесть вчера пришлось составить по отдельности. Беседы, записи сделали. Вот так. Ну и показать наши ресурсы. Мой любимый, это мой мир. Легко переписываться. Мейл.ру. Вот я в шапке, тут можно писать сюда. Андрей Шудько. Новая. Ну сейчас посмотрю, что Шудько пишет. Думаю, не ругать же. Пусть Бог гласит. Как ваше здоровье? Спрашивает. Вот он спросил. Когда можно выйти по скайпу? Я отвечаю. После 10 октября он хорошо. Пусть Бог благоставит. Как ваше здоровье? Ну что, смотри ролики, увидишь здоровье. На это отвечать нечего. Второе, это... Ну да, где-то такая же страничка, если я с голубем. То там нет переписки. Там просто копию держат модераторы. А вот наш форум. 1600 тем. Мало посещения там. Я вообще не захожу сейчас туда. Вчера раз отключили, чтобы продлить 510 рублей. Только что платили 510. Там у меня 450, кажется, в городе платят кто-то. А здесь, я говорю, да и сам за... Только недавно заплатили 510, а опять. Месяц не прошел. А я ни скайп, ни трогаю, ни задеваю, ничего не... Стараюсь быстрее и быстрее. Ничего не скачивал нигде. 510. Позвонил в город, там положили. Виктор все спасает. Вот. Ну, наш канал. Канал... Православный канал, открытым оком. Вот, тут не видно где-то. У Буски Котята 30, понятно. Рекорд бьет. Буска. Укрепить даму пытаемся. Не отображаются у меня события дня. Но нигде-то. Почему они далековато? Там, видимо, не может выйти на систему. Сегодня 12 роликов поставил. Нет, 11. Собрание на улице после богослужения. 20 посмотрели. Собрание людей не интересует, а котята интересуют. Тут один просмотр, даже еще раньше, больше времени-то. 33 минуты. А здесь 31 минута. И уже 30 посмотрели. Ну, вот, какие клиенты-то, чем интересуются. А тут такие богатые материалы ставлю. Чтение из послания Петра. 52 минуты. Нету никого. Совершенно нету. Вот. Покаяние. Признание своей вины. Началом покаяния бывает. Беседа. Никого нету. Попался. Ну, и такое вот все. Удивительно даже. Собрание общее идет. Богатая отдельно. Одно посещение. А вот дамбу укрепляя, я стою. 26. Там ничего нету. Ну, показать, что работает. Котята. А вообще ничего нету. Интересно. Я все вспоминаю. Жириновский, как говорил. Ну, народ-то какой. Что Ксения может сказать? И за нее проголосовало больше, чем за него в Санкт-Петербурге. Так говорят, я считал. Я понимаю его огорчение. Умница такой. Я не знаю, много ли таких депутатов с такими знаниями, званиями выступает. Да, там бывает дерется и прочее. Там его и с кунцем и прочее. Ну, просто взглянуть с другой стороны человека. Сравнить одно с другим-то. То есть, она же не знает не столько. И какое поведение. Где его тоже поведение не блещет. Но, однако. Однако. Что она образовала? Где? А это в целую партию образовала ЛДРП. И миллионы людей голосуют за него. И он говорит, за нее больше проголосовали. А что могу сделать? А он тут и подарки рассылал. Все мои майки, ЛДРП, кепки. И это же неплохо. Даже нас по теряйке достала его благотворительная помощь. Да воздаст ему Господь добром и дарует покаяние за все, что он тоже натворил. Говорил и дрался. Ну, все-таки. Ну, вот здесь конкретно, определенно показывают. Котята, слепые котята. Ничего больше нету. 30 человек. Чтение апостола Петра с пояснениями. Ни одного. Ну, какой же-то контингент заходит. Я не о всех говорю, но все-таки собрания на улице, богослужения, вопросы отвечаю. Ну, тут пришло 29 все-таки. Сейчас еще раз обновлю. Посмотрю, может быть, больше уже с котятами набралось. Вот так. 26, 27. Ну, и тут. Какие еще впереди у нас будут? Уже замки только снимать. Ну, все. И вот оно. Для продолжения работы в интернете пополните счет. Рекомендуемая сумма платежа 510 рублей. Ничего не пойму. Ну, как много? Ну, недели две, наверное, прошло, и опять лишний кабинет. Я сам не могу ложить даже здесь. И денег-то нет. Там в городе. Потом приеду, рассчитываться надо. Вот так. Что-то тут номер телефона, Роман Юрьевич. Какое он отношение имеет? Личный кабинет. Ничего не понял даже. Ну, главное, что у меня не открывалось этот роман-то ни при чем. Думаю, может, и тут обман какой. Вот. Я не знаю. Уберу это все. Православный библейский сайт. Очень богатый. Смотрите. Заходите. Здесь ответы. И фильмы о нас сняты. И книги. Вот. Туманное как-то делается. Туманное. Но ничего. Ладно, все на этом. Ладно, все на этом. Продолжение следует...